Привет друзья! Сегодня приготовлю кабачки с фаршем и сыром в духовке. Для блюда мне потребуются молодые небольшого размера кабачки. Предварительно помытые кабачки нарезаю кружочками толщиной приблизительно 5-7 миллиметров. Противень застилаю пергаментной бумагой, смазываю растительным маслом и сверху выкладываю кружочки кабачков. Теперь солю кабачки. На каждый кружочек кабачка выдавливаю томатный кетчуп. Равномерно распределяю кетчуп по всей поверхности. Сверху на каждый кабачок выкладываю мясной фарш. Фарш сверху смазываю кетчупом. Кабачки буду выпекать в духовке 25 минут при температуре 180 градусов. Кабачки посыпаю твердым сыром и еще отправляю на 5 минут в духовку, чтобы сыр расплавился. В процессе запекания кабачки станут мягкие. Сыр на поверхности кабачков расплавится и немного подрумянится. Такие кабачки очень вкусны как в горячем виде, так и в холодном. Сегодня приготовлю маринованные кабачки быстрого приготовления. Они будут хрустящие с насыщенным чесночным вкусом. Это блюдо идеально подойдет к мясу и рыбе. Я использую молодые кабачки, так как они очень мягенькие и не имеют твердых семян внутри. Использую терку для морковки по-корейски. У вас должна получиться длинная соломка из кабачков. Сырые кабачки очень нежные на вкус, поэтому не требуют долгого маринования. Добавляю натёртую на тёрке морковь. Нарезка овощей тоже имеет значение. Чем тоньше, тем лучше и быстрее маринуются овощи. Мелко нарезаю зелень. Нарезаю небольшими кусочками перец. Зелень, перец и подавленный чеснок добавляю к овощам. Теперь всё хорошо перемешиваю. В небольшую кастрюлю я уже добавила 4 столовые ложки растительного масла. Добавляю 1 чайную ложку соли и треть чайной ложки сахара. Немножко молотого перца. Ставлю на небольшой огонь и подогреваю в течение 1 минуты, постоянно перемешивая. Сахар и соль полностью не растворятся. И это нормально. Теперь вливаю масло в овощи. Хорошо выбрал соль и сахар из кастрюльки. И всё хорошо перемешиваю. Добавляю ещё 1 чайную ложку уксуса. Все ингредиенты хорошо ещё раз перемешиваю. И оставляю мариновать на 15 минут. А блюдо уже готово. Готовьте это блюдо на 1-2 приёма пищи. Если оно постоит в холодильнике, то все овощи пустят много сока, что будет влиять на внешний вид. А кабачки потеряют свою хрусткость. Если всё же решили хранить в холодильнике, то держите кабачки по-корейски не больше двух дней. Сегодня приготовлю кабачки с майонезом и чесноком. Нарезаю кабачки кружочками толщиной приблизительно 5-8 мм. Каждый кружочек кабачка панирую в муке с двух сторон. Обжариваю на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Чтобы кабачки сохранили свою сочность, солю их в самом конце приготовления. В майонез добавляю мелко подавленный чеснок и всё хорошо размешиваю. Каждый кружочек кабачка хорошо смазываю майонезом и формирую такие столбики. Сверху кабачки украшаю мелко нарубленным укропом. Благодаря тому, что кабачки молодые, блюдо получается очень нежным и вкусным. В сезон кабачков приготовлю очень вкусное блюдо. Кабачки кружочками с фаршем для овощами, запеченные под соусом в духовке. На сковороде обжариваю свинину, нарезанную мелкими кусочками. Добавляю нарезанный чили-памилу. Добавляю натертые соломкой морковь и картофель. Солю по вкусу. Добавляю мелко нарезанную зелень. И все тщательно перемешиваю. На смазанный растительным маслом противень выкладываю кабачки, нарезанные кружочками толщиной приблизительно 5 мм. Теперь готовлю соус. В майонез добавляю одно яйцо, измельченный чеснок и все тщательно перемешиваю до однородной массы. Предварительно я уже посолила и поперчила кабачки. Теперь выкладываю слой фарша. Кабачки идеально сочетаются с фаршем из мяса и овощей. Они остаются очень сочными, а в процессе приготовления вбирают в себя аромат чеснока. Кабачок имеет нежную текстуру и поэтому это позволяет сочетать этот овощ с любыми другими продуктами. Такие кабачки в духовке очень просто и быстро готовить. Теперь фарш поливаю соусом и сверху выкладываю еще один слой кабачков. Верхний слой кабачков хорошо смазываю соусом. И теперь буду запекать в духовке 45 минут при температуре 180 градусов. Кабачки я достала из духовки. Сверху посыпаю их натертой моцареллой с мелко нарезанной зеленью. Вместо моцареллы можете использовать любой легковплавкий сыр. Теперь снова отправляю кабачки в духовку приблизительно на 5-7 минут, чтобы хорошо расплавился сыр. Готовые кабачки в сочетании с мясом, овощами и соусом становятся изысканным блюдом, которое можно подать и на праздничный стол. Сегодня готовлю кабачковую икру по рецепту моей бабушки. Рецепт очень простой, а такую икру вы точно не купите в магазине. Для начала кабачки нужно порезать на небольшие кубики. Старайтесь выбирать небольшие кабачки с мелкими семенами. Для приготовления икры мне еще понадобится нарезанный мелко лук и натертые на терке морковь. Одна хорошо разогретая сковородка с растительным маслом я высыпала в кабачки. Теперь добавляю нарезанный лук. Все овощи я добавляю сразу на сковородку, потому что время приготовления у них приблизительно одинаковое. Все овощи хорошенько перемешиваю. Тушить икру я буду приблизительно полчаса на среднем огне. При приготовлении икру периодически перемешиваю, чтобы она не подгорела. За 5 минут до окончания приготовления солю кабачки. Добавьте немножко сахара, тогда вкус кабачковой икры получится более выраженный. Добавляю 1 ложку томатной пасты и все хорошо перемешиваю. Томатную пасту вы можете не расплавлять водой, так как кабачки во время приготовления выпускают сок и паста хорошо перемешается с этим соком. Посмотрите, какая получилась готовая икра из кабачков. Овощи готовы, но кабачки сохранили свою форму. Сегодня приготовлю оладьи из кабачков. Они получаются особенно нежными и вкусными, если их готовить из молодых кабачков. Кабачки натираю на мелкую терку. Также на мелкую терку натираю морковь. Котовик. И репчатый лук. Все овощи я натерла на терке. Вот такая получается овощная смесь. Как видите, овощи выделили сок. И этот сок необходимо слить. В овощную смесь добавляю чайную ложку соли, пол чайной ложки соды, два яйца и хорошо перемешиваю смесь. Такие оладьи из кабачков я люблю с перцем, поэтому я добавлю еще черный молотый перец. Добавляю сначала две столовые ложки муки с горкой. Хорошенько перемешиваю и смотрю на консистенцию овощной массы. По консистенции овощной массы я вижу, что еще нужно добавить муки. Добавляю еще одну столовую ложку. И все хорошо перемешиваю до однородной массы. У вас должна получиться приблизительно вот такая консистенция. Овощная масса не должна быть слишком жидкой. Иначе на сковороде у вас оладьи будут расползаться. Овощную массу выкладываю на хорошо разогретую сковородку. Оладьи буду обжаривать по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Оладьи я уже перевернула на другую сторону. Они получаются золотистой корочкой с зелеными вкраплениями от кабачков. Вот такие получаются оладьи в готовом виде. Побалуйте себя и своих близких такими оладьями из кабачков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова